Благотворительный фонд наследия Вятки представляет Бог посылает своих ангелов для охранения и для помощи тем, которым усвоено право на наследие обетованных благ в жизни будущей. Архистротик Божий Михаил Архистротик Божий Михаил – один из самых почитаемых священных архангелов на русской земле. Ему посвящены многие храмы. В каждом доме была святая икона Архистротика Божия Михаила – покровителя, защитника, заступника и молитвенника пред Богом. Здесь, в селе Курино Котельнического уезда, был явлен древний уникальный каменный образ Архангела Божия Михаила. По преданию икона была обретена неким крестьянином, который пахал, пахал поле, пахал быстро, торопился. И вот увидел он целое свечение и достал из земли камень, а на камне увидел образ. Естественно, он этому удивился и понес образ священнику, который сразу же узнал на образе Архистротика Божия Михаила. Вот таким чудесным образом эта икона была обретена. Каким образом она попала на то поле, нам неведомо. Ну, а по преданию она была обретена примерно в 1726 году. Точно мы этого не знаем. Знаем, что через несколько лет после обретения она была уже перенесена в Вятку. И хранилась там, так скажем, желание вернуть святыню на родину сохранялась. И жители придумали по примеру Великорецкой иконы ежегодно возвращать ее к месту обретения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Елена Садоковна, наконец-то мы добрались в село Курино, в такой прекрасной атмосфере, в доме, в деревенском, в настоящем. В зимой прекрасная погода. Вот мы сегодня добрались к вам поговорить о такой удивительном явлении, как Михаиловская ярмарка, крестный ход с ней связан. Вы здесь возглавляете сельскую библиотеку. В ваших руках вся история села. Исторические данные я начала собирать совсем недавно. То есть это у нас предвиделось юбилей села в 1515 у нас было построено. Но это тоже данные у нас уже противоречивые, потому что нам сказали, что в 1615, 1515, но как куринцы мы все пришли к дате 1515, она нам больше понравилась. И вот в связи с этой датой, 500 лет села, я начала по чуть-чуть, по маленечку собирать данные. Начала опрашивать местных сторожил, бабушек, тех, кто что-то немножечко помнит истории села. Никуда в архивы я не ездила, только вот на основании книг, которые находятся в библиотеке, и по расспросам бабушек. Здесь, в данном случае, в Курино, подразумевался не совсем такой крестный ход, как мы знаем его, допустим, вокруг храма совершается крестный ход, вот такой вот торжественный, с хоругвами, такими крестами, с иконами, с духовенством. А здесь подразумевался, конечно, крестный ход, как хождение с иконами. Крестьяне не могли путешествовать по земле, потому что у них не было на это время. И иконы святыни приносили к самим крестьянам, чтобы они имели возможность прикоснуться, приложиться, не ходя никуда, не в Вятку, никуда. А здесь еще играла роль, конечно, то, что икона была бы здесь обретена. Поэтому, конечно же, принесение такой святыни всего составляло праздник. Отец Павел, крестный ход один из самых продолжительных. Сколько он по протяженности пути? Ну, сейчас от Кирова, Вятки до Курино порядка 180 километров. Естественно, крестный ход раньше шел другой дорогой. Но в любом случае он не мог быть меньше километров 120-150. Вот так. Прибывала икона сюда 8 июня. Время было выбрано не случайно, когда пассивные работы уже завершены. Ну, а до Синокоса еще время. Крестьяне всегда люди были здравыми, прагматичными. Ничего не делали случайно, просто так. В каждом селе, как и в Курино, была ярмарка. Что такое русская ярмарка? Это вот широкий праздник, конечно, для всех. И, конечно, это торговля, это место сбора, место встречи. Крестьяне стремились всегда прийти с утра, чтобы помолиться Богу прежде всего. Всегда праздник начинался с богослужения. После этого люди шли на кладбище, поминали своих усопших. И после этого, уже во второй половине дня, после обеда, начинались гуляния, начиналась торговля. Конечно, бабушки у нас были, которые помнят эту ярмарку. Но, конечно, возраст у них еще был такой, может, лет 6-7. Но они помнят, как над их деревнями был колокольный звон. Всем разничное настроение поднимал. Мы одевали самые красивые платья, какие есть, и шли. Торговали ложками, чашками, крынками. Около церкви поставили карусель, медведь на цепи. Его водили по всей ярмарке. На задних лапах он ходил, заканчивая все это большим русским народным гулянием. Играла гармошка, пели с частушки. Ну, конечно, не обходилось и без традиционных русских кулачных боев. Вот что вспоминали наши бабушки. Субтитры создавал DimaTorzok Куринский крестный ход состоит в тройке самых крупных, самых больших и самых популярных, можно сказать, известных, почитаемых крестных ходов в Вятской губернии. Первым был Борисоглебский крестный ход, самый древний. Вторым был Великорецкий крестный ход, сегодня самый известный, да. Ну и третьим был Куринский крестный ход или Михайловская ярмарка. Со временем эта ярмарка так у нас все заглохла, но все-таки память людская есть память людская. На эту дату стали назначать праздник и окончание посевной. Ну, а сейчас все равно Михайловская просто ходит на кладбище, поминает усопших. То есть есть такой поминальный день в вашем селе? Да, всегда, это уже точно. Люди как бы приезжают сюда и поминают. Мы находимся в администрации муниципального образования Макарьевского сельского поселения Котельнического района Кировской области, в состав которого с декабря 2007 года входит село Курино. Были хорошие времена, когда это село процветало, когда был большой колхоз, процветающий колхоз, который работал с хорошей прибылью, держал большое поголовье, засевал большие площади. Я даже помню, ребенком, когда в гости приезжала, даже початки кукурузы огромные вызревали, подсолнечника огромные, шляпы такие вызревали тоже. Людмила Ленин, село Курино стоит на реке Маломи, притоке Вятки, это так? Да, да. А село Макарье стоит на реке Куринка? Река Куринка, которая является притоком Маломы. А так и порадоваться. То есть, да, и река Куринка, и Малома в результате все несут свои воды в реку Вятку. И в конце, скажем, там села Курино есть огромная такая песочная отмель, огромный пляж, как в Сочи. В Курино был храм, там что-то осталось? Да, от этого храма осталось сейчас вот то, что стоит, это только колокольня. Остальное там все это разрушено. Церковь была построена в 1785 году. Я от бабушек слышала, что церковь закрыли в 30-м году, но она как бы еще стояла, была не разрушена. Церковь разрушили, разобрали по кирпичикам во время Великой Ячественной войны. Кирпичи все вывезли, не знаю, на нужды государства. И вот всем миром мы построили часовню. Часовня была освещена 20 июня 2015 года. Приезжал к нам Владыка Яранский и Узкий по Иси. И народу было очень много по нашим меркам, по куринским. Конечно, были очень многие удивлены, что как это вроде бы в такие вот сложные времена, когда нет там развитого какого-то хозяйства, даже подсобного и люди, в общем-то, пенсионного возраста, как это сумели все-таки вот эту часовню поставить. И многие связывают свои надежды, конечно, с возрождением села, что... А может быть, вот с возрождения веры человеческой, с постройки этой вот часовни, созведения ее, может быть, и возродится и село. Недаром говорят ведь, что вера меняет людей, а люди меняют мир. Теперь вот надеемся, что все-таки произойдут такие времена, когда это село вновь возродится. Не знаю, или это совпадение, или как. Но после постройки вот этой часовни начали покупать дома под дачи, пускай, ну, пускай хоть под дачи, пускай летом живут, но как бы все равно жителей прибавляются. Конечно, часовня является местом молитвы. И несмотря на то, что утрачена икона, но тем не менее память жива, и эта память о крестном ходе, о иконе, возвращает людей к мысли о том, что все было не случайно, и к мысли о, возможно, в будущем, о возрождении и храма. У нас есть местный поэт Савичев Георгий Павлович. К юбилею села попросили написать его стихотворение. Чтоб твердо знали наши предки, что здесь их помнят, любят, чтут, собрались люди всем и всем миром, построили часовню тут. С постройкой маленькой часовни заглянет счастье к нам в окно, пройдут года, вернутся люди, вновь возродится к Урину. Савичев Георгий Павлович